Созданное в 1991 году международное финансовое учреждение Европейский банк реконструкции и развития находится в собственности 62 государств и наднациональных организаций, содействует строительству рыночной экономики в 27 странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза. В 2018 Европейский банк реконструкции и развития профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 миллионов. Среди ключевых перспективных проектов банка в Беларуси – пилотный проект по модернизации жилых домов для повышения их энергоэффективности. Свою заинтересованность Международный банк проявляет к проекту энергоэффективности, который успешно реализуется в системе жилищно-коммунального хозяйства нашего города, где вот уже второй год внедряется и используется централизованная автоматизированная система дистанционного съема информации потребления теплоэнергоресурсов. За это время к системе подключена сотня жилых домов, предстоит почти 400. Проектом энергоэффективности заинтересовался Европейский банк реконструкции и развития. Сотрудники представительства банка побывали в Пинске и изучили, как работает система и перспективы ее развития. Основная цель визита – переговоры по вопросам финансирования проекта, автоматизация и диспетчеризация теплоснабжения жилого фонда и социального сектора в городе Пинске с тепловой реабилитацией Пинской центральной больницы. Рабочий визит группы специалистов Европейского банка реконструкции и развития и представителей посольства в Республике Беларусь и Министерства иностранных дел Королевства Швеции во главе с ведущим банкиром Департамента инфраструктуры по европейскому региону Ахиро-Куда начался с официальной встречи в горисполкоме. Со стороны города в ней приняли участие первый заместитель председателя Михаил Самолазов, начальник управления экономики Иван Богданович, главный инженер ЖРУ Валентин Осипчук и начальник участка Леонид Воскевич. Делегацию приветствовал председатель Пинского горисполкома Иван Рябковец. Иван Григорьевич познакомил гостей с социально-экономическим потенциалом города, подчеркнул его особенности и возможности для дальнейшего развития. На это нацелен и проект автоматизации и диспетчеризация теплоснабжения жилого фонда и социального сектора в городе Пинске с тепловой реабилитацией Пинской центральной больницы. Данный проект включает в себя установку 458 систем автоматического регулирования тепловой энергии с диспетчеризацией в индивидуальных тепловых пунктах жилых домов, 102 систем в учреждениях социальной сферы, а также тепловую реабилитацию свыше 5,5 тысяч метров квадратных стен лечебного корпуса Пинской центральной больницы. Иван Григорьевич отметил, что общая стоимость проекта составляет ориентировочно 7,5 миллионов евро. Срок окупаемости в целом 4-5 лет. Внедрение этого мероприятия позволит сэкономить 43 тысячи гигакалорий тепловой энергии в год, что по состоянию на 26 марта составит 1,4 миллиона евро – 3,3 миллиона белорусских рублей. Установка системы автоматического регулирования в тепловых пунктах даст возможность наблюдать за работой оборудования в режиме реального времени, и этот проект имеет экономический эффект. «Это позволит быстро и точно реагировать в случае аварийных ситуаций, сэкономить до 8% потребления тепловой энергии, снизить затраты на обслуживание системы отопления, улучшить качество предоставляемых услуг населения». Кроме того, появится возможность индивидуальной настройки параметров системы регулирования отопления дистанционно, в том числе переход в режим протапливания. «Как итог, снижение выброса углекислого газа и улучшение экологического станка. Тепловая реабилитация стен больницы, кроме снижения затрат на отопление, позволит создать комфортные условия пребывания жителям региона в лечебном учреждении. Уверен, что реализация данного проекта придаст новый импульс развитию города и нашему дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству». О готовности сотрудничать от имени делегации с помощью переводчика высказал Ахиро Кудо. «Мы всячески приветствуем и ваше желание участвовать в крупном проекте, который посвящен развитию зеленого города. Начиная с официального визита заместителя мэра Кинска в наш офис Европейского банка реконструкции развития в январе, мы запустили вот этот новый этап сотрудничества. Мы готовы оказать вам поддержку по разработке плана действий по развитию зеленого города в будущем, но также мы хотели бы оказать содействие по реализации первого проекта, как мы его называем «Бигер» называется. Свой интерес к практическим наработкам Пинчан выразили и другие члены рабочей группы ЕБРР. Все концептуальные особенности проекта члены рабочей группы смогли увидеть в действии. В сопровождении первого заместителя председателя горесполкома Михаила Самолазова, главного инженера ЖРО Валентина Себчука и других специалистов представители банка побывали на нескольких объектах. О том, как работает система на местах, представители банка смогли увидеть, побывав на индивидуальных тепловых пунктах дома номер 44 по улице Завальной. Вот такие вот системы регулирования. Они у нас уже имеют место в 100 домах. То есть мы уже имеем и опыт ее эксплуатации. Как минимум два отопительных сезона мы уже с ними отработали. И на сегодняшний день имеем довольно-таки положительный результат работы ее. Валентин Павлович четко обозначил положительные моменты применения такой системы. В проблемных домах, где система отопления работала не в 100% своей эффективности, данная система позволила систему отопления улучшить дальнерасположенных квартирок в угловых. Кроме всего этого, жильцы, которые проживают в этом жилом фонде, они получили снижение потребления тепловой энергии, то есть оплата не снизилась. С принципом работы системы всеми ее техническими возможностями познакомил начальник участка ЖРО Леонид Воскевич. Это регулировка расхода теплоносителя относительно температуры наружного воздуха и обратного. В зависимости от температуры наружного воздуха расход теплоносителя либо увеличивается, либо уменьшается пропорционально. Данная система минимизирует расход тепловой энергии. Кроме того, члены делегации смогли сравнить новый проект с тем, как осуществляется теплоподача в квартиры многоэтажных домов до модернизации на примере дома номер 56 по улице Центральной. Грег Гебраил – специалист по централизованному теплоснабжению банка вносил немало предложений, интересовался подробностями и нюансами. На все вопросы он получил исчерпывающие ответы. В аварийно-диспетчерском пункте жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления рабочая группа Европейского банка реконструкции и развития ознакомилась с системой автоматического регулирования с диспетчеризацией тепловой энергии в тепловых пунктах и ее возможностями наблюдать за работой оборудования в режиме реального времени. Вот мемосхема того адреса, на котором мы сейчас были. То есть вот эти, наружный воздух, датчик, вот показывает давление, подача теплоносителя, обратный теплоноситель, давление теплоносителя. И самое главное, после трехходового клапана, именно смешанная вода подается в жилые квартиры. Грег Гебраил вносил немало предложений, интересовался подробностями и нюансами. Свои комментарии и ответы на вопросы дали Михаил Самолазов и Валентина Сепчук. Если мы будем проводить этот проект, мы пригласим тогда независимого производства, который изучит все эти вопросы и проведет необходимую техническую экспертизу. Хорошо, нет проблем. Мы к этому готовы. Да, к этому готовы. Еще один важный объект посещения – Пинская центральная больница. Тепловая реабилитация здания, которой часть большого энергосберегающего проекта. О самом учреждении, его функциях и значении для жителей всего региона рассказал главный врач больницы Олег Головко. Тепловая реновация и реабилитация здания нашей больницы частично, она уже, как сказал Михаил Николаевич, сделана была ранее. В 2005-2008 году были заменены оконные блоки, произведено утепление с торцов здания. Ну и теперь хотелось бы, чтобы завершить, уже есть этот процесс, утепление здания с двух сторон, это северная улица. За своеобразным круглым столом были подведены итоги рабочей поездки. Обе стороны обменялись мнениями и впечатлениями, высказали свое видение дальнейшего конструктивного взаимодействия и точки соприкосновения, которые будут способствовать возможной реализации проекта. Как технический специалист, подставляющий интересами Европейского банка реконструкции и развития, я всячески приветствую дальнейшую масштабизацию, скажем так, этого опыта с целью охваса всех остальных зданий. Я считаю, что бизнес, мы знаем, что он был коротким, но многие из высказанных идей следует поддержать. Что касается конкретного проекта по дороге эффективности городской больницы, это тоже прекрасная возможность для дальнейшего сотрудничества. После этого последуют совместно с Европейским банком и консультантами подготовка конкурсной документации и разработка базового проекта на проведение работ, включенных в программу приоритетных инвестиций. Я надеюсь, что еще до того, как наступит лето, мы сможем уже мобилизовать необходимые средства для привлечения консультанта для подготовки планов вести по зеленым городам и для ТЭО по этому проекту. Как правило, для подготовки всего ТЭО требуется где-то 6 месяцев, а для подготовки планов вести по зеленым городам где-то год. Ахиро Куда поблагодарил руководство города за прекрасно организованную программу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в будущем. Сделанное навстречу шаги взаимопонимания оценил и председатель ГУРИС полкома Иван Рябковец. Мы также надеемся на то, что общими усилиями мы сможем прийти к реализации на этой намеченной цели нашей с вашей помощью и на основе взаимовыгодного безусловно сотрудничества. Европейский банк реконструкции и развития – крупнейший инвестор в Беларуси. В государственном секторе ЕБРР реализует проекты по развитию систем водоснабжения и водоочистки, модернизации энергетики, повышения энергоэффективности и другие. Специалисты банка по достоинству оценили проект в действии. Сегодня у нас состоялись очень продуктивные переговоры с мэром и заместителем мэра города Пинска, где мы обсуждали инициативы по энергоэффективности большого количества зданий и сужений в городе Пинске. Нам очень понравилась презентация, которую сделали для нас специалисты города, и поэтому мы искренне хотели поплавить за подготовку этого приема мэра и его команду. Это лишь первый шаг в налаживании сотрудничества с городом Пинском. Надеемся, что за ним последуют последующие шаги. Продолжение следует...